В Турции стартовал Кубок мира по дартс. В составе сборной России выступают Кемири и наши землячки, две ежевчанки Марина Кононова и Наталья Феофилова. Они в личном разряде одержали по три победы и попали в число 16 финалисток Планетарного кубка. В командном зачете в своей подгруппе они в составе сборной страны были третьими. А в Ижевске сегодня стартовало первенство России по пулевой стрельбе. Приехали спортсмены практически со всех регионов страны. Они разыграют медали в 10 олимпийских видах программы. Одни из фаворитов национального турнира – одмурские стрелки. Сколько они выиграют наград, покажет первенство. Оно продлится пять дней. В Ижевске стартовал еще один турнир – мемориальный детский региональной памяти Николая Вострикова. В нем принимают участие команды девочек 2002 года рождения. Все подробности у Татьяны Мальцевой. В этом турнире принимают участие пять команд. Две из них из Удмуртии. Это коллективы из Ижевска и Завьялова. Именно они первые встретились друг с другом на этом старте. Перед соревнованиями наставники провели краткий регбез, чтобы девочки знали, в честь кого проводится этот турнир. Он помогал, поддерживал команду женской суперлиги. Это человек, который помогал женскому баскетболу финансово и просто поддерживал. Дань памяти Николаю Вострикову девочки отдали на паркете хорошей игрой. В обеих удмуртских командах есть перспективные спортсменки, которые через несколько лет смогут играть во взрослый баскетбол. А пока цели и задачи этих соревнований – просмотр игроков здесь и сейчас. В связи с подготовкой к российскому первенству, к первому этапу, мы просматриваем всех детей, которые готовы попасть в сборную республики по большому счету. Ну, в частности, города Ижевска и из Дюшор-3. Потому что и в команде Завьялова играют четыре девочки, одни из самых лучших представительницы нашей спортивной школы. В матче Ижевск-Завьялова представительницы города с первых минут встречи захватили инициативу и уже до конца игры ее не отпускали. Итог этого баскетбольного поединка – 61-33 в пользу и шевчанок. Представители пригорода не расстроились. Для первого раза неплохо. Ну, я так думаю. А так, как тренер скажет, вот сейчас собрание, мне кажется, будет. На собрании девчата с тренерами обсудят ошибки и настроятся на дальнейшую борьбу. Впереди еще два соревновательных дня. И еще одна информация. Шахматист из Удмуртии Алексей Смирнов в Дрездене на чемпионате мира среди инвалидов выиграл три золота. В абсолютном первенстве, а также в командном среди слабовидящих спортсменов. Первыми россияне, в том числе и наш Смирнов, стали и в общекомандном первенстве. Хоккеисты Штали в очередном матче регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги в Перми сыграли с местным молотом Прикамье. И в очередной раз проиграли 1-2-единственную шайбу. Ворота Пермяков забил Дмитрий Моисеев. После этого поражения Столивары опустились на девятую строчку в турнирной таблице. От номинального лидера ТХК их отделяют четыре очка. Следующий матч 3 ноября дома соперник Альметьевский нефтяник. Герой следующего сюжета мечтал быть моряком и плавать на корабле в далекие страны. Спустя много лет исполнилась только половина этой мечты. Он путешествует по всему миру в качестве тренера по восточным боевым дисциплинам. О главном каратисте Удмуртии. Заслуженным наставником республики Токиулеза Гедулине прямо сейчас. Загедулин успел и Казанский авиаинститут закончить, и поработать мастером на предприятии, и наставником стать заслуженным и уважаемым. Получить также пятый дан карате и воспитать чемпионок мира. Осталась у Токиулы еще одна несбывшаяся мечта. Хотелось бы, чтобы наши спортсмены добились и олимпийских медалей, и вот туда войти, в олимпийскую подготовку. Он выработал свою систему подготовки чемпионов. Их у него в послужном списке, не поверите, более ста человек. И республиканского, и российского, и европейского, и мирового уровней. Удивительный тренер, легендарный поистине. Воспитать за 35 лет работы столько мастеров. Он никогда не кричит, он спокойно постоянно, спокойно объясняет все. Это, конечно, приятно очень. И он справедливый, мудрый. И я много что в жизни взял имена от него. Он для меня пример. Что дети дают? Вот чем заряжают вас? Почему это нравится? Ну, я не знаю, насколько они меня заряжают. Наверное, больше забирают. Но вот именно это обоюдное состояние, когда они у меня что-то забирают. Наверное, плохое какое-то забирают. Скорее всего. И открывают во мне какие-то горизонты свои внутренние. Вот как-то с ними очень даже комфортно. Загидулин воспитанникам отдает все знания, умения, время и любовь свою. Ему нравится работа наставника, которая основана на доверии. Он умеет трудиться сам и учит этому ребят. И в том, что в полку его чемпионов будет пополнение, еще на 10-20 человек сомнений не вызывает. Продолжаем выпуск в Глазове. Впервые пройдут автомобильные гонки по пересеченной местности. Автокросс 4х4. Приглашаются водители на легковых автомобилях с повышенной проходимостью. Гонщикам предстоит преодолеть трассу по пересеченной местности со спусками и подъемами за определенное количество времени. Начало соревнований 1 ноября в 13.00. А 31 октября на стадионе Копол стартует легкоатлетический пробег, посвященный Дню государственности Удмуртии. Начало в 11.00. В это же время в спорткомплексе «Металлург» пройдет чемпионат Удмуртии по пауэрлифтингу. 1 ноября в 15.00 на центральном стадионе состоится матч первенства ПФЛ. Ижевский «Зенит» примет НОСТУ. А в 10 часов горожане в муниципальном дворце спорта пройдут тестирование норм ГТО. Тестирование можно пройти уже и сегодня. Центры работают и в Ижевске, и в других городах и районах Удмуртии. Получить золотой знак вполне реально. Кстати, у шести школьников Удмуртии эти заветные знаки отличия уже есть. Они их заработали на Всероссийском фестивале ГТО в Белгороде. Триумфаторы этого старта сегодня у нас в гостях. Встретимся буквально через несколько секунд.